Господин Бакерий, я приветствую вас в эфире радиоорганизации Объединенных Наций в преддверии Всемирного Дня Здоровья. И в связи с этим первый мой вопрос. В сентябре прошлого года страны-члены ООН приняли важнейший документ, повестка Дня Устойчивого Развития до 2030 года. Генеральный план, по которому будет жить человечество в течение ближайшие 15 лет. Среди 17 целей плана есть та, которая посвящена здоровью человека. Цель номер три – обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучия для всех в любом возрасте. Какие шаги вы считаете необходимыми предпринять в первую очередь для того, чтобы достичь этой цели как в России, так и в мире целом? Вы знаете, это очень такая, как говорят врачи, многокомпонентная терапия. Она не в прямом смысле терапия, а терапия как способ, так скажем, оздоровления. Я, по крайней мере, знаю по меньшей мере 100 программ различных оздоровления нации. И мы в 2003 году, когда создавали общероссийскую общественную организацию «Лига здоровья нации», впервые в нашей стране заявили о формировании здорового образа жизни. На нас смотрели, знаете, вот немного с усмешкой, потому что, говорят, у нас был госплан, теперь мы будем формировать здоровый образ жизни. На самом деле в этом ничего особенного нет. Исторические истоки появления человека сводятся к тому, что человека учат жить, в отличие, скажем, от дикой природы. Поэтому я бы так сказал глобально, если говорить. Мы, врачи, очень искренне приветствуем начинание, которое исходит от такой всемирно признанной организации, кстати говоря, активным участником которой был Советский Союз. Это моя родина. Но, с другой стороны, нам бы хотелось, чтобы такая большая организация в масштабах всего мирового сообщества, она бы не зацикливалась на какие-то отдельные элементы. Есть такое, знаете, какая-то группа врачей, там, скажем, проект пробивает, пробивает и появляется проект. Потому что, еще раз хочу сказать, что от простуды люди не умирают. Не умирают. А от инфаркта миокарда, от инсульта, от пороков сердца, от многого другого они умирают. Они умирают, в том числе, и от так называемых коморбидных состояний, когда есть сосудистые заболевания, и в этом же организме есть сахарный диабет. Сахарный диабет – это, конечно, беда. Это вот эти магазины, наполненные, знаете, сахарами, эти кафешки, эти рестораны, это непрерывная вода какая-то сладкая и так далее. И вопрос, который мы хотим решить вот просто так, вот борьба с сахарным диабетом, она не закончится, если мы, скажем, не коснемся коморбидных состояний, если мы не коснемся вопросов, которые способствуют этому. В этом году Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля, и его девиз – победить диабет. Эта тема непосредственно связана с вашей профессиональной деятельностью. Какие меры стоило бы предпринять, чтобы снизить эту угрозу, как в России, так и в мире в целом? Очень большое значение имеет для профилактики любой болезни, особенно, скажем, сахарного диабета – это, конечно, пропаганда того, чего не надо делать, того, чего не надо кушать, того, чего не надо пить. И я думаю, что у Организации Объединенных Наций, в том числе вот на вашем примере, я вижу, есть достаточный сил для того, чтобы людям рассказать, что чрезмерное потребление сладкого, знаете, или там, скажем, мучного – это как раз шаг к тому, чтобы, в общем-то, стать в список тех людей, у которых есть сахарный диабет. Вот в такой беседе, конечно, невозможно там рассказывать, потому что я прекрасно понимаю, что сам бывает в такой ситуации, что это в одно ухо вылетает, а в другое вылетает. Но хотел бы сказать так, что одно дело, когда мы говорим о детях, предположим, о юношах, которые в силу своего роста, развития, они все равно много двигаются, знаете, они бывают на свежем воздухе и так далее и тому подобное. Другое дело, люди, которые, скажем, перешагнули, предположим, 50-летний возраст, и они продолжают жить теми же привычками, какими они жили там в предыдущие годы и, там, скажем, потребляют в огромном количестве там сладости, мучное, все то, что, в принципе, может способствовать углублению, особенно в случаях, когда это имеет наследственный характер и так далее. Поэтому еще раз как одну фразу хотел бы сказать, что этот вопрос прежде всего требует соответствующей пропаганды со стороны специалистов в какое-то конкретное время, чтобы люди могли послушать, да. И очень важно, чтобы это был международный опыт, чтобы, скажем, на российском канале говорили не только наши специалисты, но и представители других развитых клиник, не обязательно стран, а клиник, вот. И наши специалисты, выдающиеся специалисты в области диабета, которые есть в нашей стране, и у нас великолепный центр диабетический функционирует, с филиалами и так далее, чтобы они могли обмен с опытом в этом отношении проводить. Господин Баккери, уникальность повестки 2030 в том, что она обращена к правительству, гражданскому обществу, так и непосредственно самому человеку. Чтобы вы, как знаменитый врач, рекомендовали человеку, чтобы человек следил за своим здоровьем и помогал врачам бороться с болезнью. Ведь не секрет, что бездейственно участие самого пациента эффективность лечения гораздо ниже. Да и вообще лучше предупредить, чем лечить. Ну, это ключевой момент, как достучаться до пациента, как достучаться вообще до обычного человека. И, вы знаете, такие глобальные рекомендации я никогда не принимал. Для меня существует понятие того, что я в пять часов, допустим, включаю телевизор и слушаю, скажем, лекцию, которая меня интересует и которой я доверяю, поскольку это идет от очень серьезной общественной организации. Раз. Другое, я знаю, скажем, газеты, где я могу, предположим, почитать там то, что меня интересует. Я знаю, что там это систематически публикуется. У нас тоже в стране такие вещи есть. Должна быть понятна доступность к средствам информации, которые человека интересуют. И это невозможно решить глобальными, так скажем, лозунгами. Меня это часто смущает, потому что мы это уже много раз переживали. Лозунг, лозунг, а дальше потом, понимаете, неделя прошла и уже забыли, и никто к этому не возвращается. Мне кажется, должны быть соответствующие инструменты, соответствующие должны быть согласительные документы государств, участвующих в организации объединенных наций. Я там, кстати говоря, выступал лет 15 назад. Да, как раз по этим вопросам была такая программа про ООН. Я не знаю, сейчас она есть или нет, но была такая программа. Вот, и меня приглашали, я там выступал. И в ЮНЕСКО я выступал. Вот все то, что я сейчас говорю, я говорил и 15 лет назад. Для нас важно, для людей, которые всю жизнь этим занимаются, чтобы любому человеку, который умеет читать, чтобы ему было понятно, как к этой информации подобраться. И ему важно авторитетное мнение, чтобы он знал, что это, понимаете, не кто-то там ему подсказывает, не доучка какой-нибудь, а человек, который эту проблему знает. Ведь вот смотрите, что делается сейчас в связи с появлением интернета. Придумали, что магнитом каким-то можно вылечиться. И для того, чтобы к нему притянуть внимание, понимаете, начали использовать мое имя. Я там выступил с опровержениями, с тем, с тем. Сейчас получается, что надо, вообще-то говоря, судиться, потому что прямо противоположное тому, что я говорю. Я говорю, что ишемическая болезнь сердца – это анатомический субстрат. Его можно вылечить, либо поставить человеку стенд, либо сделать операцию. И у нас, у врачей, у хирургов, у кардиологов есть согласительные документы, когда надо делать операцию, когда можно катетером, скажем, вылечить человека. Поэтому этот аспект тоже присоединяется. Вы откроете интернет, чего вы только там не увидите, в качестве того, что тебя за один присест, ты что-то проглотил, и ты, скажем, вылечился. Поэтому должны быть, я еще раз хочу сказать, согласительные документы на уровне Организации Объединенных Наций, которые любое средство массовой информации скажет – это вранье. Вот сказал Иванов, великий врач, но это вранье, если это он сказал. Потому что вот рекомендации от имени Организации Объединенных Наций, рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, ЮНЕСКО и так далее. Мы, вообще-то говоря, мало литературы имеем. И от ЮНЕСКО, и от Организации Объединенных Наций. Наверное, это более глобально, чем, скажем, такой центр, как наш. Не поступает, мы даже не знаем, где эти документы по-настоящему получить.